Все, включен? Здравствуйте. Десятина, да. Для меня это было... Это что такое? Во-первых, едет. А во-вторых, я покаялся в марте пятого года, и нужда меня в церковь привела, потому что неудачи в бизнесе были. И покаяние, и Иисус Христос, который вошел в мое сердце, это было для меня как спасение, потому что я просто пропадал, и нищенствовал, и в долгах был, и много работал, а заработать не мог. И первое, с чем я столкнулся, это я пошел в церковь, мне сказали, надо платить десятину. И я говорю, так это что, это значит, если я 500 долларов заработал, то 50... 50 долларов живых бумажкой взять и отдать. Да я этих людей еще не знаю, я первый раз пришел. Ну, я как бы не жадный, но нищета, знаете, нищета... Кто не знает, как нищета достает? Долги там-то и все. Да, и это была для меня такая ломка, такая проблема. Но как-то я это дело преодолел, вот поверил я Богу. Вот эта вера проявлялась так, и я приучил себя. Потом я много прочитал, вот то, о чем сейчас пастор говорил, я много прочитал о десятине, и много было свидетельств, историй, которые говорили о том, что человек, который платит исправно десятину, он в правильном положении, и ему выгодно это делать. И как-то я себя, значит, заставил, а потом втянулся, а потом уже и невозможно представить себе. И я через год я увидел плоды, через год, не раньше, через год я увидел, но такие плоды, что как вот сказочные такие явления. А потом у меня был еще один момент, это уже потом, позже. Я зарабатывал в долларах всегда и платил долларами десятину. И доллар такая, значит, в Украине я тогда жил, значит, гривна и доллар, разные вещи. Гривны так себе, а доллар, это же доллар. Да, и поэтому, значит, ну, меняли там доллары, гривны, обменные пункты, все это. Кто-то хранил доллары, две бумажки хранятся, хрустящие такие новые. Ценность. Да, ну, евро тоже самое. Так вот, в церковь идешь, десятину отсчитываешь, подсчитываешь, и из пачки заработанных денег отбираешь бумажки постарее. Да, и, значит, какая разница, говорил я сам себе, хотя что-то такое чувствовал, понимал. А потом где-то я услышал историю, кто-то вот так рассказывал, как Бог обличил его. Мне не кривое, не косое, не мятое, не рваное, а самое лучшее. Как я мучился и страдал, что я так облажался перед Богом, долгое время таскал ему дрянь. Потом я настолько напугался, что стал выбирать получше бумажки, получше. Сейчас я хорошие бумажки кладу. У нас два, в Севастополе у нас церковь, ей четвертый год, наверное, или три года. В этом году мы купили большое здание, хорошее, свое, на десятину. Это совсем другое дело. Сразу много народу стало, больше гораздо. Ну и вообще, это очень сильно. Но самое главное, что человек, который платит десятину, это простая форма демонстрации самому себе веры, доверия Богу. Если ты деньги отдал, это так просто проявлять такую веру. Это не просто отдать, но веру проявить просто. Если ты помолился за исцеление, и тебе говорят, ну а теперь верь, ты здоров, все, иди, исповедуй это. Это одно. Болит, а ты должен говорить им. А веру проявить в десятине отдал. Дело сделано, понимаешь? Ты веришь, вера вспыхивает. Это очень сильный момент, очень сильный. Я рекомендую всем платить десятину исправно, потому что, когда мы придем на небо, один из пунктов, который с нас спросит, оплатил ли ты десятину. И если нет, то никому не позавидуешь. Я хочу, если вы не возражаете, я знаю, что кто-то слышал это, но я хочу прочитать рассказ, который я когда-то написал. И я его побудил, побуждает меня Бог поделиться этим. Если вы не возражаете, он короткий. Называется «Счастливый человек». Читать? Автор я. Но я не писатель. Но так получилось. Читаем. Вы до Москвы? Я кивнул. Молодой человек лет тридцати пяти, лысеющийся лба, блондин с бледно-голубыми глазами и красноватым лицом, в черно-белой клетчатой рубахе, вежливо улыбаясь, начал обычный разговор сразу же, как я только уселся напротив него. А вы сами, я гляжу, тоже не Самарский. А я из Новосибирска, не обижаясь на отсутствие ответа, продолжал парень. В речном порту работаю инженером. Здесь, в Самаре, у меня теща, так я на пару дней заезжал повидаться. Гостинцы забросил, а сейчас в Москву в командировку. Можно я вас спрошу, вы видели когда-нибудь по-настоящему счастливого человека? Если нет, смотрите на меня. Я как раз такой. Он разулыбался во весь рот. Я очень рад за вас, сказал я, и достал из портфеля, купленный на вокзале, свежие газеты. А вот скажите, вы верите в Бога? Ну, начинается, подумал я, раздраженно покрутив головой. Дал Бог попутчика. Забодает ведь, пока до Москвы доедем. А я вот верю теперь. Раньше даже не думал об этом, есть он или нет, а вот теперь верю. А знаете почему? Потому что я его видел. Да-да, я серьезно, собственными глазами видел. Он наклонился вперед, заглядывая мне в лицо и коснулся рукой моего колена. Я дернул ногу и отодвинулся. Не верите? Почти никто не видит. Не верит. А я видел. Парень смотрел на меня и радостно улыбался. Я его видел. Да что вы говорите? А он вас. Надо же подумать только. Первый раз встречаю такого героя. Может быть, нам лучше чаю попить? Вы думаете, я шучу? Вы не думаете, я не сумасшедший. Мне иногда говорят, что у меня на этой теме крыша подвинулась. Нет, просто я его видел и все. И он меня спас. В прошлом году дело было, в августе 27-го числа. Как раз у моей дочки Насте день рождения, пятница была. Мы с бригадой обедали на берегу. Ребята в домино, а я по бревнам пошел. Ну, стоят у нас бревна на воде. Плотно очень. Толстые такие. Сосна. Я часто по ним хожу. Тут как раз Наташа, это жена моя, позвонила, чтобы я торт не забыл купить. Ну, там еще к столу кое-что. И вдруг, до сих пор не пойму, как такое могло случиться, нога скользнула, и я между бревен шарах. Попутчик мой взмахнул руками и зажмурился. Глаза открываю. Он открыл глаза. Смотрю. В воде. Темно. Только полоски света наверху между бревнами. Узкие такие полоски. Но я задергался. Давай бревна раздвигать, чтобы вынурнуть. Ни хрена. Тык, мык, туда, сюда. Еще подумал, помню. Что хорошо в затоке течения нет. А то бы все, кранты мне. Бьюсь, а воздуха нету. Вдруг жарко стало. Смотрю, я уже не в воде вовсе. Иду по песку. Горячий такой, аж через ботинки ноги сжет. Один песок кругом, как в пустыне. Такой желто-красный, мелкий песок. Жарища, как в бане. Небо странное, коричневое. Иду по спуску. Круто так. Вниз так и тащит. И жарко. Очень жарко. Во рту все сразу пересохло. Дышать нечем. Вонище какая-то мерзкая. Думаю, что это за место такое? Как я попал сюда? Ведь аж только что под бревнами кувыркался. И вдруг, не знаю даже, как вам это объяснить, я понял, что я умер. Утону. Все, Коля, капец тебе, говорю, сам себе. А поверить до конца не могу. Иду вниз, иду вниз, оглядываюсь по сторонам, а сам думаю, а как же день рождения дочки? Жена тоже ждет лавровый лист, майонез. А я тут. Как я домой-то попаду теперь? Смотрю справа, слева, впереди народ идет. Так же, как и я. Все вниз. Поодиночке бредут. Несчастные такие. Многие плачут. Да громко. Оглянусь и вижу только глаза дикие и рты открытые. Кричат все. Страшно мне стало. Вы не поверите, никогда так не боялся. И что интересно, чем ниже спускаюсь, тем страшнее. Жутко даже. Неужели так все и бывает? Думаю, вот так люди и помирают. Но я-то молодой же еще. И тем более, сегодня пятница, гости должны прийти. Наташа ждет лавровый лист и торт тоже. А я взял и утонул, идиот. Глупо, как все получилось. Нафига я на эти бревна полез? Иду я, значит, со всеми так. А тащит в них все сильнее и сильнее. И неожиданно меня накрыло. Это не шутки, Коля. Это не игра и не сон. Ты реально умер. И что теперь, думаю? Смотрю, а впереди вроде как море. Вода и берег песчаный, как пляж. И люди кругом. Очень много людей. Одни, как я, только подходят к пляжу. Другие уже на берегу, а некоторые в воде стоят. Кто по колено, а кто по пояс. Дальше как бы дымка и плохо видно. Все они кричат. Крик стоит истошный. Впереди, сзади, по бокам, кругом кричат люди. Мужчины и женщины. Ужас. Страшно. Я понял, что в воду мне нельзя заходить. Если зайду, уже не выберусь. Жутко. Очень, очень страшно. Никогда я в жизни даже не испытывал такого кошмара. Главное, что до тебя никому нет дела. Кричи, не кричи. Никто не услышит и не поможет. И снова, как озарение. Так я же в аду. Так вот он какой оказывается. Я не хочу, не хочу. Я никогда в жизни так громко не кричал. За что я здесь? Что я натворил? Я не вор, не убийца. Я простой инженер. Живу себе в Новосибирске. Работаю честно. Никого не трогаю. А в это время меня все ближе к странному морю. В воде тащит. Еле удерживаюсь на ногах. Ступни огнем горят. Воздух раскаленный. Горячее, чем в сауне. Кругом крики, стоны и вонь. Ужасная вонь. Такого отвратительного запаха я никогда не встречал. Вдруг вижу справа. Далеко по берегу идет кто-то в белом. Ближе, ближе. И я вижу, что это Иисус Христос. Иисус, вот как на картинках его рисуют, вот таким его и вижу. Одет он в белое. Почему-то сияющее. Сияющее. Почему-то понимаешь, что это хитон. Одежда его так называется. Сандалии, волосы длинные, борода красивый. Очень строгий такой. Идет по берегу, справа налево. Мимо меня проходит и начинает удаляться уже. А я как бы знаю, что только он может меня отсюда вытащить. И я начинаю кричать, Иисус, Иисус. А он не слышит. И уходит все дальше и дальше. А я уже почти к берегу подхожу. Уже ровная пляжная полоса. И понимаю, войду в эту воду, мне крышка. Кричу еще громче. Иисус, Иисус. Он не слышит. Иисус, Иисус. Нет. Все внутри сжалось от ужаса. Вот тогда было самое страшное. Именно тогда я по-настоящему осознал, что мне конец. Что этот кошмар навсегда. Что я не выйду отсюда никогда. Ни через сто, ни через тысячу лет. Вдруг. Там все время было вдруг. До меня дошло, что впереди не вода. А та самая серая. И она кипит. И я буду стоять в ней в вечность. Вот это слово вечность. Оно самое ужасное. Никакой, даже самой маленькой надежды. Навсегда. Ты останешься там навсегда. Навсегда. Из последних сил, как крикнул, Иисус. И он обернулся. Да. Мой молодой попутчик весь как-то засветился и замолчал. Такое-то время он сидел молча, прикрыв глаза, а потом продолжил. Его взгляд я теперь не забуду никогда. Он смотрел мне, как говорят, прямо в сердце. Это было так щемяще сладко. Невыносимое счастье захлестнуло меня. Теплая, мягкая волна его любви, как будто окутала все мое существо. Мне было так хорошо и в то же время так стыдно перед ним. Я совсем-совсем не знал его. Конечно, я слышал раньше, как кто-то рассказывал про Иисуса Христа, который вроде как бы умер за людей, чтобы очистить их от грехов и спасти. Но я тогда думал, что это так, сказки для лохов. И вот теперь здесь, в аду, в самом реальном и настоящем аду, я. Мало того, я вижу живого Христа и знаю. Каждой клеткой своей плоти знаю. Он мой Спаситель и завишу я только от Него. Вдруг я почувствовал боль в груди. Она приходила толчками. Все сильнее и сильнее. Терпеть было просто невозможно. Я закричал и услышал. Он дышит, дышит. Кто-то тяжелый навалился на меня и давил руками в грудь. Я лежал на земле, вокруг людей. Я пробыл в воде 40 минут. Когда ребята меня достали, я был мокрым, стопроцентным трупом. Парень со скорой начал делать искусственное дыхание, а кто-то молился. Теперь я знаю, что именно он своей молитвой и докричался до Иисуса. Такая моя история. Мы оба молчали. Поезд летел в ночной темноте. А вот скажите, если вы вдруг умрете сейчас, вы уверены, что вы спасены и не попадете, как я в ад? Вы уверены в своем спасении? Не знаю. Нет, наверное. А при чем здесь моя уверенность? Незамысловатый рассказ этого молодого парня, скажу честно, тронул меня. Что-то в душе моей заныло и затрепетало. Как при чем? Коля всем телом подался вперед. Вам же надо раскаяться перед Богом в своих грехах и выбрать Иисуса своим Господом и Спасителем и жить с Ним. И все радостно и почему-то шепотом сказал Он. Хотите, я за вас помолюсь? Хотите? Он закивал головой. Хотите? Повторяйте за мной. Дорогой Бог, Отец, прости мне мои грехи. Пожалуйста, очисти меня. Господь Иисус, войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Запиши мое имя в книгу жизни. Я верю, что ты умер за меня. Теперь ты живой. Я твой. Аминь. Я безропотно повторил. Слезы потоком лились по моим щекам. На душе было удивительно хорошо. Мир разливался внутри. Такой вот рассказ я написал. Здесь же все верующие люди. Здесь же все родились выше. Здесь же все люди, которые на вопрос «А ты спасен?» Если вдруг сейчас ты умрешь, ты знаешь, что ты попадешь на небо? Что ты не идешь в ад? Люди по-разному описывают ад, кто там побывал, кому Бог показал его. Вот этот человек попал в такой ад. Это же ключевой вопрос жизни. Есть такой, в Германии живет человек, он сейчас уже очень взрослый, его зовут Рейнхард Бонке, известный во всем мире проповедник, который служение свое посвятил спасению людей в Африке. Он с большой-большой командой, с аппаратурой, с техникой, со специалистами выезжает в Африку, в одну из стран, готовит страну эту, месяцами морется, специальная молитвенная группа за эту страну там на месте. А потом они создают, они создают, заканчиваем, наверное, они создают там площадку, платформу и на пустыре, в каком-то большом, евангелизируют, рассказывают, он рассказывает людям об Иисусе Христе и спасаются сотни тысяч людей. До миллиона людей одновременно слушают проповедь об Иисусе Христе. Такое у него служение. И вот он страну за страной, с опасностями, с риском, с гибелью людей своих, всю жизнь посвятил с молодого возраста, с детства у него было такое видение, что Африка – это его место для служения. А сам он немец. И вот я недавно, да не недавно читал рассказ его, книжка у него не одна. И вот я читал, и он описывает такой случай. Он готовился к очередному служению и собрал завтрак партнерский, пригласил туда известных людей, служителей божьих, пасторов больших церквей, ну, в общем, известных служителей. И в самом крутом отеле в каком-то немецком городе, значит, большом, накрыли стол в ресторане, завтрак, и хрусталь, еда красивая. И задача этого завтрака состоит в том, чтобы средства собрать на очередную поездку, вот такую, в общем, ну, партнеры ему нужны. И все верующие люди, конечно. И он говорит, я начал выступать. Встал, постучал по бокалу и начал делать выступление свое, заготовленную презентацию для этих партнеров, для людей, которые съехались со всего мира. И только начал, и через минуту, через пять, там, вдруг слышу, внутри себя знакомый голос, который говорит мне, приведи людей к покаянию. Но я игнорирую это, потому что я знаю, кто передо мной сидит. Люди, которые спасены, конечно же, они тысячи и сотни тысяч людей приводят к Богу, проповедуют, учат, наставляют, ведут работу для Бога, профессионально. И я продолжаю, вдруг опять этот голос говорит, остановись и приведи людей к покаянию. И я прерываю свою речь и говорю, вы меня извините, братья, но Бог побуждает меня молиться молитвой покаяния. Давайте встанем, закроем свои глаза и будем молиться. и я, говорит, начал молиться и все повторяют за мной эту молитву. и когда я открыл глаза, то я увидел, что рядом с нами стоит 11 человек обслуги, персонал. Ребята молодые, официанты, кто присутствовал, они все покаялись. О них я даже не думал, я даже не знал, что они слушают. И я не знал, что для них Бог сказал мне это сделать. И когда мы открыли глаза и все увидели, что стоят люди, которые тоже покаялись вместе с нами первый раз и получили спасение, раскаялись в своих грехах, и я стал их спрашивать, я говорю, а как вы, кто вы такие? И один парень заплакал. Он сказал, что у него непреодолимые семейные обстоятельства, и сегодня он запланировал повеситься после работы вечером. Но Бог решил по-другому. Он решил его спасти. И задача верующего человека, как вот этого парня, который ехал из Новосибирска в Москву в командировку, получил спасение. Он просто рассказывал всем. Его считали немножко не в себе, но он пережил нечто, что заставляло и побуждало его рассказывать. Человек, который Бонки, который привел к Богу миллионы людей, он был послушан, послушан Богу и остановился. Когда он делал конкретную работу, он остановился. и в результате Бог знал, что он делал, спас человека от физической смерти немедленно, и грешник не попал в ад. Я сегодня утром встал рано и слушал историю одного человека, который молился Богу, верующий христианин, американец, темнокожий. И он говорит, я молился, но читал Библию и вдруг значит стал молиться Богу о том, чтобы он меня как и кого-то, кто переживал встречу с Иисусом Христом позволил мне пережить такое же, эту встречу. И я, говорит, ходил по комнате, вот так вот ходил, и ходил, и ходил, и молился, и так горячо я молился, и я просил Бог, пожалуйста, сделай так, чтобы я не на словах, а на деле фактически пережил живую встречу с тобой, Иисус, пожалуйста, сделай так, чтобы я пережил эту встречу, пожалуйста, я хочу тебя увидеть, я хочу тебя услышать, я хочу взглянуть в твои глаза, я хочу, я хочу, я хочу. И вот так я молился, говорит, и вдруг раз, и я уже не молюсь, а стою в очереди, огромная очередь такая, колбаса такая, длинная, и я стою в этой очереди, и эта очередь двигается достаточно быстро, и, значит, а там, дальше, впереди, такой, он называет его портал, как двери такие, открывается, закрывается, и там где-то голос, Иисус говорит с каждым, и каждый подходит, и там как суд, суд, и он что-то говорит, и в конце слышно, он там же не слышно, что он говорит, но он говорит, в конце слышно только уйди от меня, с глаз моих долой, пошел прочь, ну что это такое, и вот это вот портал этот открывается, и страшный шум, и жар необыкновенный, всю очередь жара хватает, и дверь снова раз, закрывается, и следующий, и вот так вот эта очередь двигается, и чем ближе, тем больше слышно, что о чем говорят впереди, о чем они говорят, и каждый, кто продвигается в этой очереди, понимает, что если с ними так поступили, то я точно там окажусь, и он говорит, я верующий христиан, я иду, и понимаю, что мне хана, мне хана, и впереди меня какая-то женщина, и я слышал Иисусе и говорит, я не осуждаю тебя за то, что ты разместила в фейсбуке вот это, я тебя за это не осуждаю, но я осуждаю тебя за то, что 300 тысяч человек, которые посмотрели то, что ты разместила в фейсбуке, были введены в заблуждение, уйди из глаз моих голов, жик, и нету, и говорит, я тут, и он долго рассказывать, не буду, короче говоря, он говорит, ты еще не доделал свою работу, иди домой, и вот он говорит, и я теперь, и я теперь, да, и теперь, говорит, каждый день я служу Богу, чтобы рассказать людям, что это такое, насколько страшно, насколько опасно впасть в руки Бога живого, как важно заботиться о своем спасении, даже если ты христианин, и говорит, вот мне приснился сон, что он там грешил, фантазируя, как мужчина, и Бог его сильно, значит, побудил, что многие мужчины в церкви, сохраняя верность своим женам физически, мысленно, значит, допускают фантазии такие сексуальные, и это приводит к страшным трагедиям, в конечном итоге развалу семей, это дьявольский путь, и поэтому я тебя предупреждаю, и ты предупреди всех, там достаточно подробно, я опускаю все детали, что вот эти образы, которые рисуются в голове, это все реальные духи, которых дьявол подставляет людям, и чтобы их совратить, и убить, и уничтожить семью христианскую, поэтому мужчины, которые позволяют себе такие вещи, они на пути в ад, ну и женщины тоже заодно, так вот, он говорит, я выскочил, я выскочил после этого на улицу, потому что увидел черное небо, страшный шум, и я с ребенком выскочил на улицу, с сыном со своим, и все кричат, и что это такое, и такое, говорит, осознание, что Иисус пришел, и люди исчезают, раз нет человека, раз нет человека, и мой сын, который я держал на руках, куда-то вдруг делся, я говорю, оглянулся, а сына нету, он на руках был, нету, нету, исчез мой мальчик, и я бегаю, кричу, всем кричу, куда бы не видели, а никто не обращает внимания, потому что у всех что-то происходит подобное, и небо так сворачивается, и эта чернота уходит, и, значит, я понимаю, что это все заканчивалось, и Иисус завершает свою работу, Он забрал свою церковь, и я выскочил на площадь, и стал кричать, Иисус, 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 точно так же, как вот этот парень в аду, и вот, что я хочу сказать, для чего все это я говорю, какое побуждение я получил сегодня, и рассказы прочитать, и сказать вам эти слова. Покаяние не представляется никакой ценностью особой, и никаким подарком, пока есть время. Но как только ты осознал, что времени уже нет, то покаяние становится бесценным даром, доступ к которому закрыт. назад ничего не вернуть. Поэтому успевать надо сегодня, сейчас, каждый день, каждый день. В противном случае, в противном случае, огромная опасность нависает над всеми людьми. И Бог дал нам шанс, вот то, о чем сегодня Антон говорил, когда Он своей кровью, этими страшными мучениями, трагедией, своей личной трагедией, вот с этим, вот этими, вот этим, вот то, что там произошло, Он дал нам этот шанс. И поэтому я предлагаю сейчас, а Библия говорит, между прочим, если открыть послание Иоанна, первое послание Иоанна, и прочитать, что если мы, если мы думаем, что мы такие крутые, что мы с Богом, что имеем там общение, значит, но не хотим признать, что мы согрешили, то это большое заблуждение. Это большое заблуждение. Это большая ошибка. Колоссальная ошибка. Поэтому лучше всего попросить Бога, чтобы Он нас очистил, чтобы Он нас спас, чтобы кровь Его покрыла нас, и наши грехи были смыты. Давайте встанем и помолимся, если вы не возражаете. Каждый персонально сам обратимся к Богу. Я буду молиться, а вы вместе со мной, если вы хотите. Дорогой Отец, Бог, прости меня, прошу тебя, очисти меня. Пусть кровь Сына Твоего, нашего Господа, и Спасителя Иисуса Христа, Святая Кровь, будет на мне. Пусть она очистит меня от всех моих грехов, чтобы сегодня я стал чистым, новым человеком. Господи, помоги нам. Мы всем сердцем верим, что Ты, Господь Иисус, наш Спаситель. Ты умер за нас и по Писанию в третий день воскрес. Мы верим, что Ты наш Господь и наш Спаситель. Мы исповедуем Тебя и мы верим, что согласно Слову Божьему мы спасены. Спасибо Тебе за наше спасение. Слава Тебе. Аминь. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.